Так, ну что, ребят, всем привет! Быстрые видосы, потому что на текущем тапе, в принципе, я вчера много видосов записал, сколько? Штук 5, по-моему. Вот, ну и на текущем тапе Yota у нас продвигает устойчивое потребление энергии с помощью Energy Knip. Ну и, как видим, то есть проект Yota у нас стимулирует энергосближение, то есть, понятное дело, все это может подогреваться ради того, чтобы подтолкнуть цену. Но, опять же таки, я же говорю, данный проект, он ходит за биткоином, да, и это стоячок рынка, плюс там 100% монет в обороте. Я говорил, что сейчас покупать его, ну, рановато. Может ли помпануть он, и может ли сломать вот этот вот тренд, да, вот это вот накопление, что, типа, ну, как бы он подлетит? Ну, может. Во-первых, она уже отскочила, да, может ли она дать сюда куда-то? Может. Но заходить на локальных аях я крайне не рекомендую. Почему? Потому что все это побоится. Ребят, ну, невозможно забрать все движения. Если вы ловите отскоки, трейдите, тогда окей, если вы умеете это делать. А если нет, если вы инвестор, то вот этой вот херней заниматься, что, типа, вы думаете, тут вы зайдете, тут вы выйдете, тут вы перезайдете, тут вы выйдете, потом опять зайдете. Ну, понимаете, получится разве что вот такое вот, понимаете? Все. И ты либо просто докупаешь, 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 и потом наверху это все реализуешь, понимаете? Ну, опять же-таки, нужен определенный опыт, чтобы знать, где фиксироваться. Для этого есть как раз-таки закрытый клуб, вот, где я вам буду помогать в этом. А либо, соответственно, ты самостоятельно выходишь уже по целям. Все. А заниматься вот этой вот, ну, милипиздрическими вот этими отскоками, типа, здесь ты зашел, здесь вышел, здесь опять зашел, здесь вышел, и думаешь, что, типа, тут тебе дадут, а все, уже не дали, цена ушла, и все. И ты один раз, понимаете, ты можешь так много раз зарабатывать, ну, даже может ввести, и потом один раз цена просто, ты ждешь ниже, она развернется, и ты будешь уже заходить на росте. Хотя, если бы ты тупо холдил, ты бы заработал намного больше. Ну, можете отмерить, посчитать, то есть, если вы тупо холдите, вот, допустим, если вы забираете отскоки, то, ну, вернее, если вы тупо холдили, вот здесь, допустим, можно было забрать, там, к примеру, 10x. А если вы занимаетесь спекуляциями, вы тут забрали 2x, а здесь вы забрали сколько там, ну еще 3x, то есть вы недозаработали в несколько раз, вот и все, ребят, вот так оно и работает, вот такая вот система и вот так все это считается и вот так оно вычисляется, поэтому я думаю с этим понятно, поэтому у меня инвесторский подход, я жду бычьего рынка, который вероятнее всего будет 25 и 26 год, ну как минимум до 24 года придется подождать, поэтому Yota как минимум тоже разрабатывает и даже медвежку работает, хотя проект реально недооцененный. Ролик был на канале подробный. Потом у нас с этим искусственным интеллектом сотрудничает Хедера, это у нас HBAR монета, ну то есть Хедера хэшграф и соответственно, то есть они разрабатывают и NFT, и люди, искусственный интеллект, то есть они вот это взаимодействие продолжают. Ну то есть кто захочет более подробно почитает, по сути цели информировать граждан об энергетических проблемах, побуждать их устанавливать устройства в своих домах для снижения общего потребления энергии, повышать спрос на энергосберегающие ресурсы. Ну короче все идет к, получается, ну якобы электричеству, да, там чтобы не засаять озоновый слой, там атмосферу и так далее, ну то есть как электромобили, ну и точно так же здесь как бы устойчивое потребление энергии. Ну возможно готовят таким образом к энергетическому кризису какому-то, который вполне уже идет и который вполне вероятен. Ну и по поводу, как мы видим, Ашбар у нас сотрудничает с, ну объединенной Арабскими Эмиратами, да, чтобы запустить NFT с искусственным интеллектом в том числе. Вот, а по поводу платежного гиганта Visa, то есть он тайно работает у нас с Apple, либо нет, приобрела или стала партнером, партнером четырех партнеров Apple за последние несколько лет. И инфлюенсер XRP под псевдонимом 24HoursCrypt заявил, что глобальный гигант тайно работает с Apple, ну и об этом сообщил, показал, что видео показано за последние несколько лет, прыгнуло в постель как минимум с четырьмя партнерами Apple, это интересно они написали, либо в партнерстве, либо в полном поглощении. Ну и следовательно инфлюенсер представляет это как бы бычий случай для XRP. Ну и естественно, понятное дело, такие новости на локальных аях, но в глобальной перспективе, опять же таки, все эти сотрудничества с целью чего? CBDC, потому что Visa у нас, я уже говорил, сотрудничает с тем же CBDC, Mastercard тоже CBDC, там White Paper уже приготовила, поэтому все это на цифровые валюты нацелено, а не там на просто какие-то партнерства, естественно, переводы и, ну, перевести нас на вот эту цифровую систему CBDC. Вот, поэтому я думаю понятно. Ну и по факту, после изучения стоит отметить, что у компании полностью приобретенной Visa больше не отображаются на странице клиента Apple, да, и кроме того, рассматриваемые партнерские отношения, приобретения обычно связаны с возможностью собственных решений для трансграничных платежей без упоминания Apple или XRP. Кроме того, на момент написания Visa и Apple еще не ответили на запросы в комментариях, ну и по факту, трудно утверждать, что Visa находится в сговоре с Apple, ну, по-моему, и так очевидно, что там и сговор, не сговор, тем не менее, говорит о важности охвате партнера в Apple, который они постоянно ищут традиционные финансовые гиганты. Ну, короче, раз она сотрудничает, ну, через посредников с Apple, да, либо с компаниями, которые сотрудничают с Apple, очевидно, что CBDC будет на базе Apple. Вот, Visa также у нас тестирует, получается, 6 февраля платежи в стейблкоинах на эфире. Вот, то же самое, то есть, кредитная карта Visa Gigant тестирует платежи USDC на эфире, и Visa будет иметь доступ к вариантам оплаты на основе смарт-контракта. Ну, по поводу USDC, опять же-таки, я бы, в принципе, упал, как бы, из-за импульса медвежьего рынка, типа, в настоящее время, как минимум, вот у нас там, что подросла капитализация, но, опять же-таки, нужно иметь в виду, что USDC это владение Coinbase, ну, а, как бы, Coinbase, биржа, которая резервы не опубликовала, и у них там непонятные мутки, я говорил, что она вполне, возможно, может, даже и скоманет. Visa присматривается к крупным расчетным платежам, тоже вот у нас, ну, и потом, также, Джон Диттон у нас планирует бороться с утверждениями о том, что XRP является ценной бумагой, о деле закинав и Apple, ну, короче, опять же-таки, продолжаются какие-то нам споры, ну, и в целом, представляет 75 тысяч держателей Apple, ну, опять же-таки, это как в Твиттере, типа, они обозначают, что, типа, вот на него подписано столько людей, значит, столько холдят Apple, ну, не обязательно, они могут просто следить, а потом уже на хоях они будут закупаться, поэтому то, что все там 75 тысяч, это, ну, никто не знает, и, получается, мы знаем, что, по крайней мере, 75 тысяч держателей не согласны с позицией ИСов, ну, я не видел, чтобы они публично об этом заявляли, поэтому согласны, не согласны, каждое мнение по себе может держать, вот, ну, и по факту говорить, что, чтобы сертифицировать класс в коллективном иске, и там, естественно, должен соответствовать трем требованиям, да, доказать, что им был причинен вред, а также другим лицам от рук ответчика, во-вторых, естественно, должен четко определить класс, чтобы определить, кто может присоединиться к риску, наконец, ведущий, естественно, должен показать, что он справедливо представляет определенный класс, далее, Apple у нас против SEC, вот у нас последнее обновление после победы на вторичном рынке, ну, и по факту, вот у нас, опять выступают по поводу того, что, вот же, там, подали документы в течение 14 дней вынесения решения LBR, ну, и говорят, что, типа, 14 дней, чтобы предоставить ответы, многие думают, что вот-вот закончится, да, не закончится, суд, тем более, спектакль, какая разница, бычий рынок будет, ну, медвежка закончится, да, вот, по поводу, кстати, интересного момента, самый неожиданный прогноз по XRP, Hyper Financial, ну, это мы тоже все видели, что, соответственно, там, миллион долларов, там, ну, это уже, бред, мы этот слушали, Актуру Хейс, кстати, начал выступать, что, соответственно, сегодня начал покупать биткоин, и вот почему, да, по 16 тысяч не покупал, а вот, соответственно, как мы видим, на текущем этапе, и вот вторая статья еще была, давайте глянем, когда она у нас выходила, 19-го, вот, может вырасти до 40 тысяч долларов, вот, ну, в общем, рассказывает он, типа того, что он, как бы, BitMEX биржа, скама биржа, которая кухня, я уже рассказывал, и Актуру Хейс все время на хаяк загонял, он над ней говорил, надо продавать, и возобновляет покупки биткоинов, и говорит, что, ну, а пруфы на ордера, может предоставит, нет, не предоставит, ну, тогда это просто пустомельство, вот, все объяснение инвестиционного решения было, можно представить в двух словах, которые являются, новом эссе присутствует, ну, типа, сказал, типа, присутствует на рынке, ну, то есть, понимаете, подгоняется все под вот эти вот мысли толпы, что, типа, я хочу участвовать в движении, ребята, движение закончено, расслабьтесь, я снимал ролик на 2 часа, уже все, уже поздно, могут ли еще подскочить, может, но то, что доведут до 30, до 40, я там показал, почему этого, скорее всего, не будет, однако, для более глубокого понимания мысли автора стоит прочитать полностью и нынешнее состояние, однако, если мы пытаемся найти золотую середину, да, мы можем сказать, что он опирается на денежную кредитную политику, а точнее, какие действия он заставляет регуляторов понимать, да, но, опять же-таки, здесь он говорит, что, типа, до 40 тысяч долларов и толпа сколько ждет? 30, 40, как вы думаете, вырастим после таких заявлений, тем более от такого балабола, как он? И вот была новость, я напоминаю, если кто забыл, он говорил еще 9 декабря, объясняет, почему биткоин достиг дна, и тогда мы стояли 15500, как вы думаете? Ребята, дно это на самом деле или нет? Ну, включите мозги, подумайте, вот, и говорит, что 40 тысяч будет, поэтому нам же там говорят 25, 30, 40, ребята, все, падение началось, так что можете расслабить булки, вот, далее, однако, если найти золотую середину, можем сказать, что опирается на денежную кредитную политику, вот, и в частности, рассматривается состояние казначейского счета и долга, таким образом, по ожиданиям инвестора, получается, а, по ожиданиям автора, что потолок долга США достиг пика, казначейство начнет тратить деньги на его покупку, тем самым добавляя ликвидности, ну, что, типа, начнут печатать бабки, ну, это же бред-бред, потому что ставка еще даже не понижается, какие там печатания бабок, какие-то еще объемы не закупили и не разочаровали толпу еще, паники, капитуляции не было, ну, чтобы большинство людей разочаровалось, 90-99% не было, не было, вот и все, поэтому вопросы, какую крипту купить, еще не заканчивались, как закончится, это будет, ну, а это ниже десятки, вот и все, поэтому наблюдаем и капитуляция временем плюс год-два, как раз еще, в то время эффект ежемесячной очистки баланса ФРС США в рамках количества политики ужесточения будет нивелированы, таким образом, говорит Хейс, такие действия заведут тупик, придется делать выбор, который обязательно ударит по рынкам, да, но биткоином он закупается по 23 тысячи, да, ударит по рынкам, но покупаю по 23, и жду 40, уже смешно, однако заключает, что нужно сохранять гибкий ум и быть в настоящем, ну да, то есть, ну, короче, ребят, по-моему, понятно, то есть, по поводу Артура Хейса я сделаю отдельный ролик на канале, поэтому я разберу его вот эти вот заявления, там его балабольство, что он там рассказывал, поэтому слушать его вообще смысла не имеет никакого абсолютно, то, что он там мелет, это вилами по воде писаной, воспринимать надо наоборот, была ошибка доверять Крэгу Райту, у нас говорит, что биткоин фаундейшн, типа, и по поводу того, что один из самых первых биткоин-энтузиастов переписываться с таинственным создателем БТЦ Сатоши Накамото, да, Гивеном Андексоном, изменил свое отношение к человеку, который хочет занять место Сатоши, вот, ну и после поддержки, получается, самого провозглашенного написала в блоге, что больше не доверяет австралийскому ученыму компьютерщику Крэгу Райту, ну, опять же-таки, такие какие-то просто спекуляции, да, и была ошибка его доверять, и технический директор предполагает свое предположение, ну, и говорит, что Сатоши Накамото могла быть группа людей, ну, и все гадают, что, типа, что же, кто это, да какая разница, господи, ну, либо узнаем потом, когда это все соскамится, если соскамится, либо потом через время, через 50-100 лет, а даже если не узнаем, ну, и похер вообще, абсолютно, ну, понятное дело, у каждого свои предположения, и каждый сам уже для себя выводы сделал. Ripple приближается к 400 миллионам XRP, вот что происходит, и, типа, киты у нас гоняют монеты, ну, и, в принципе, я рассказываю, что, ребята, может быть, это рост цены, поэтому надо бегом же, что сразу ведущий аналитик Мизуха у нас назвал криптовалюты Пэт Рокс, ну, типа, того, что он удвоил свой медвежий взгляд на криптовалюты в недавнем интервью, ну, и, как бы, таких статей, как вы видите, тоже единицы, но сейчас, как мы начали падать, естественно, это будет все подогреваться, ну, корректироваться, как минимум, вот, что криптовалют нет вариантов использования домашними камнями, ну, типа, сравнился с камнями, да, и инвесторы спрашивают, почему я должен владеть ими, это не камни, это любимые камни, и это следует его предыдущим утверждениям о классе активов, включая ноябрьское заявление, в котором я заявил, что криптовалюта мертва после краха биржи FTX, вот, ну, и многие же подумали, наверное, все, наверное, это дно рынка достигнуто, потому что такие новости выходили, но, ребят, таких новостей быть должно 90-99%, а не 1%, понимаете, что, типа, криптовалюта скам, параша, там, нет смысла закупать и так далее, вот, он предсказал, что инвесторы будут очень-очень напуганы недавним крахом и падением на 90% акций ведущей биржи Coinbase, ну, как мы видим, никто не был ничем напуган, а напуганы будут, когда упадем ниже 15500, а потом ниже десятки, вот это будет страх, вот, аналитик написал в исследовательской заметке, хотя толпа сейчас ждет 30-40, ну, не дождется, скорее всего, вот, поэтому написал в исследовательской заметке, что FTX мало чем поможет конкурентам, означает ухудшение состояния отрасли, ну, и по факту, отвечая на вопрос, сравнил с нынешней популярной Tesla, и, однако, отмечаю, что Tesla стоит реальный продукт, тогда как криптоактивы не имеют реальной полезности их продуктивных активов, да какая разница, при чем тут вообще продукт Tesla и акции Tesla, понимаете, люди просто видят, что растет и верят, понимаете, вера людей подталкивает людей покупать, вера людей в биткоин, если люди перестанут верить в биткоин, в доллар, там, я не знаю, в евро, они, ну, все, валюты обесценятся, если все люди перестанут верить, или большинство, по крайней мере, то все, валюты обесценятся, или криптовалюта, или акции, и все упадет, и все со скаминцем, вот и все, поэтому это, ну, такая вот популистика, понимаете, и далее, иск инвесторов, которому утверждается, что XRP является бумагой, чтобы получить отпор, ну, короче, тут, получается, вот это, продолжается, вернее, вот это, канитель с этими, там, ценная, неценная бумага, вот, и, получается, мерзость и гротеск, технический директор Арипл, критикует самого разглашенного Сатоши за судебного иска, ну, и критикует этого Крэга Райта, они начинают спорить, ну, опять же-таки, внимание приковывает к себе, далее, вот у нас XRP прибавил 20% в прошлом месяце, и по прогнозам достигнет 43 центок 10 февраля 23 года, ну, когда такие точные прогнозы дают, особенно в комментариях, я бывает вижу, мне просто смешно, на самом деле, вот, а когда какие-то, типа, инсайдеры начинают писать, а потом не отрабатывают, и они свои комменты удаляют, либо язык в задницу засовывают, поэтому вот эти все прогнозисты, кто говорят, что точно будет вот так, и никак иначе, ребята, ну, кто вам в открытый доступ такую инфу сольет, ну, не смешите меня, поэтому криптовалютная стратегия Visa также нацелена на расчеты в стейблкоинах, как минимум, и также они начинают с сети эфира, да, ну, так как это самая такая надежная сеть относительно, понятное дело, лучше диверсификацию делать, но, опять же-таки, эффект сейчас, ну, такая относительно, да, она тоже бывает лагает, тоже бывают задержки, но, в целом, это одна из топовых сетей, вот, и выплачивая USDC на эфир, таким образом, расчетные платежи на крупные суммы, и, получается, начали принимать платежи, странно, что не в USDT, но, опять же-таки, скорее всего, могут, чтобы вы понимали, специально завлекать, ну, и говорят, что финансовые телекоммуникации или SWIFT, некоммерческое корпоративное общество там и так далее, ну, и, в целом, как бы, делился по поводу валют Центрального банка, также выступал и какие-то интервью даже давал, вот, то, что они, получается, я уже показывал, стейблкоины, CBDC могут сыграть значимую роль в платежах генерального директора у нас Visa. Тенденции финдекса 23-го года, это у нас Open Banking, Neo Banking, Tech и AI лидируют, ну, то есть, вот такие у нас тренды на текущем этапе, если кто хочет на них заработать, пока что, как раз-таки, они на слуху, но имейте в виду, что тренды на медвежки, они скамятся спустя месяц-два, ребят, месяц-два это потолок, на бычьем рынке дольше, но сейчас, понятное дело, сейчас там кто-то будет закупать, там, я не знаю, какие-то, ну, в общем, вы поняли, что, ну, короче, в общем, что популярные технологии, вот как Степан, я говорил, два месяца присуществует, мне сказали, я дебил, вот, ну, а по итогу два месяца проработал, потолок два с половиной, еле пердел уже, ну, и после этого соскамился, хотя мне говорили, а ты что, полгода-год, а то и на всю жизнь будет работать, ну, ну, я об этом предупреждал, тем более в медвежку, и, сука, и в кризис, ну, люди ж не слушают, им виднее, вот, технический директор критикует теорию о том, что XRP достигнется 50 тысяч долларов, ну, опять же-таки, то, что кто-то там заявляет, что типа там 50 тысяч, 100 долларов, тысяча, ребята, 3-4 доллара пускай возьмет, а вот эти вот заоблачные отметки на каждом отскоке, это просто смешно, поэтому снижение у нас продолжается, кстати, вот это у нас идет айтест, и после этого, я думаю, мы дальше будем очень жестко падать, поэтому шахты могут ли побыть, могут, но, как я вижу, это отскок вот этому 5-дневному падению, ну, и, скорее всего, мы уже обновлять вот эти максимумы не будем, то есть у нас модель, как видим, такая, что похожа даже, как вот здесь вот была, и после этого мы проторговались, собрали финально стопы шартистов, ну, и погнали дальше будет ланги, и это будет не коррекция, а, скорее всего, уже дальнейший обвал, может быть, это будет через боковик, и потом обвал, либо это будет, там, к примеру, опять отскок, и потом обвал, ну, без разницы, абсолютно, либо сразу обвал будет вот так вот жесткий, лить будут, и собирать стопы там лангистов, без разницы, и на панике толпа будет скидывать, ну, мне, честно, похе, я глобально жду цели, я уверен, что я их дождусь, поэтому я не паюсь, вот, XRP тоже самое, в боковике болтается, то есть продолжает разгружать позиции, говорят нам 43 цента, ждите, ждите, ну, а по факту, если посмотреть эффект, то же самое, нам показывают айтест, финальный какой-то отскок, и потом дальнейшее, скорее всего, погружение, говорят, что, типа, вот там, ребята, вот нам вот здесь писали, что там, где тут, а, вот, ждите 43 цента, а то и 44 цента, ну, это ж очевидно, замануха, типа, чтоб люди ждали вот сюда, сука, сейчас, вот здесь вот ждали вот сюда, а по итогу эти отметки не дадут, типа, нахер надо фиксироваться, если вы там забрали, ну, и по итогу люди будут ждать, там, потом им скажут 60 центов, доллар, миллион долларов, ну, короче, это ж очевидно, ну, и после этого дальнейший овал, поэтому, ребят, ждем снижения, альты еще очень сильно укатают, и то, что там многие спрашивают, вот, GFT там отрасла, другие монеты, ну, я рекомендации давал в закрытом клубе, опять же таки, ну, бесплатно могу вам дать, если кто хотел фиксануться, можно было два тейкса забрать, вот, я не закупался по вот этим донным отметкам, я еще закуплюсь, и я уверен, я закуплюсь даже ниже вот этих отметок, потому что по графу будут еще разлоки и по многим другим монетам, и будет расти доминация битка, и биток еще упадет, и альты укатают, ну, когда буду закупаться, отпишу ордера, ну, скину ордера в закрытом клубе, но это будет сильно позже, когда мы упадем ниже 15500, а потом ниже десятки. Все, всем удачи, всем пока, кстати, закрытый клуб, я напоминаю, цена 1 марта будет повышена, и порог входа сейчас, портфель нужно иметь от 1000 долларов, а с 1 марта будет порог входа уже 5000 долларов, и, естественно, вам нужно будет подтвердить, что у вас такой портфель имеется, вот, поэтому всем удачи, всем пока, делайте выводы, вступайте в закрытый клуб, пока такая халява, ну, и, соответственно, ждем дальнейшего обвала в глобальном плане, и, скорее всего, 30 и 40 тысяч мы уже не увидим, даже 25 уже не увидим, а будем видеть дальнейшее снижение, пока толпа хомячков будет там чего-то ожидать, естественно, мы будем видеть дальнейшее падение. Все, всем удачи, всем пока